МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыбная отрасль обладает весьма неплохим потенциалом для развития, в том числе с учетом импортозамещения. С другой стороны, заметил Дмитрий Медведев, сама отрасль имеет свои сложности. Это износ рыбопромыслового флота, устаревшие технологии вылова, переработки, неудобная логистика и далеко не всегда прозрачные хозяйственные отношения. Законопроект, подготовленный Минсельхозом, содержит целый ряд новшеств. До 15 лет предлагается увеличить срок, на который за пользователем закрепляется доля квоты добычи. Это позволит предприятиям строить долгосрочные планы. При этом до 20% квот предлагается предоставлять на инвестиционные цели, для того чтобы заказывать на отечественных верфях новые рабловецкие суда и создавать новые перерабатывающие мощности. Предусмотрен и новый вид договора о закреплении квот на инвестиционные цели. Первая мера должна стимулировать развитие самой отрасли и способствовать развитию судостроения. Но есть и меры по укреплению ответственности. В частности, в ряде случаев ужесточаются условия, при которых действие права на вылов может быть прекращено. Это происходит, если в течение двух лет предприятия не выбирают более 70% выделенных квот. При этом не менее 70% квоты должно вылавливаться на собственных или зафрактованных судах. Это позволит избежать цепочки посредников, которых иногда называют квотными ранье, которые не занимаются собственным промыслом, а только систематически переуступают свои права другим участникам рынка. От таких квот, конечно, рыбы больше не становится, отметил Дмитрий Медведев. Обсудить вопросы кредитования и участия в 5-процентной ипотеке. В столицу региона с рабочим визитом прибыл исполняющий обязанности председателя Северного банка Сбербанк России Михаил Восятин и управляющий Архангельским отделением Сбербанк России Игорь Залукаев. На встрече с губернатором округа Игорем Кошиным стороны обсудили результаты сотрудничества и обсудили будущие совместные проекты. Первый вопрос в повестке рабочей встречи – рассмотрение заявки от Ненинской агропромышленной компании. В планах агрария взять кредит у Сбербанка в сумме 80 миллионов рублей для строительства двух новых зданий для содержания молодняка крупного рогатого скота на территории фермы в Тельвиске. А то, что касательно Ненинской агропромышленной компании, к сожалению, мы по конца еще увидели все документы по проекту. То есть, главное, нужно сделать экспортированный финансовый проект, и после этого, который уже сказал, сложно выйти. Скорее всего, стоит, да, потому что это окружная компания, в основном, так вот перед этим. Кроме того, руководство региона интересует возможность участия в программе «6,5». Ее реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства через Сбербанк России и другие уполномоченные банки. А в рамках программы льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления кредитов под поручительство корпорации под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечивать ставку для конечного заемщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства. Немаловажное условие для участия в программе «6,5» – доля государства в основном капитале предприятия должна быть не более 25%. Ненецкая агропромышленная компания под эти условия не попадает, поскольку на 100% окружное предприятие. Но упускать возможности недорогого кредитования не стоит, отметили участники встречи. По поводу 6,5% участия, давайте составляем перечень наших предприятий, в том числе и где у нас более 25%. Тем более сейчас мы делаем завод ЖБИ, мы не кредитуемся на самом-то деле. Просто сегодня с утра мы там делали презентацию подрядчиков. Делаем завод ЖБИ, дальше мы делаем строительную организацию, которая будет заниматься у нас стройкой. И там у нас везде опосредованная собственность округа 100%. Может быть, имеет смысл тогда смотреть и вот эти проекты по созданию новых производств мы будем делать с привлечением тех же частных инвестиций. И тогда мы входим в эти программы. Кроме того, участники встречи обсудили участие Сбербанка в программе «Пятипроцентные ипотеки». Этот вопрос уже неоднократно поднимался на различных встречах и площадках. По словам исполняющего обязанности председателя Северного банка ПАО «Сбербанк России» Михаила Васятина, пока Сбербанк России не готов принять участие в окружной программе кредитования. Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе запускается проект «Социальная карта», который позволит реализовать принципиально новый подход к решению социальных вопросов в части оказания адресной поддержки тем жителям региона, которые в ней наиболее остро нуждаются. На сегодняшний день разработана концепция, алгоритм и механизм внедрения данного проекта. В рамках реализации проекта будет выпущено 10 тысяч карт. Карта будет персонализированной и содержать в себе чип. Уже начиная с сентября-октября в карту будут интегрированы три услуги. Оплата проезда в автобусах для льготников, обеспечение молочной продукцией детей до 3 лет и обеспечение детским питанием детей до 3 лет. То есть после выдачи электронного сертификата, электронной карты получателем услуг, они будут обращаться непосредственно в учреждения, которые будут или организации, которые будут готовы предоставить данную услугу, после чего информация будет авторизовываться, как раз таки в правом стороне видно региональный центр социального процессинга, который в свою очередь будет аккумулирован и будет работать напрямую с базой данных, в которой будет храниться информация, такая как доступна ли эта услуга получателем ее, доступна ли она в каком объеме, в какие сроки и в какой период. По словам руководителя Павла Окладникова, проект «Социальная карта» предназначен для реализации эффективных механизмов предоставления и учета мер социальной поддержки, оказания адресной помощи тем гражданам, кто в ней наиболее остро нуждается. В дальнейшем область применения карты будет расширена, планируется включить дополнительные услуги, среди них учет прохода школьника в образовательную организацию, получение льготных лекарств, пользование социальным такси, адресная материальная помощь на коммунальные услуги, социальные сертификаты на продукты и средства реабилитации. Жители округа с сегодняшнего дня могут принять участие в общественном обсуждении этого проекта, в частности, высказать свое мнение об услугах, которые могли бы быть включены дополнительно. Вопросы и предложения о реализации проекта «Социальная карта» в НАУ можно задать по электронной почте соцкарта собака.огв.нау.ру или в период с 23 мая по 23 июня по телефону горячей линии 8-800-18-53-2-15-20. И смотрите далее в нашем выпуске. Дело всей жизни. Их профессию всегда считали милосердной. Об этом говорит и само название. Медицинские сестры отмечают свой профессиональный праздник. Лучшие из лучших. В Наринмаре выбрали лучшего среди автослесарей и парикмахеров. Их называют по-разному. Спасительницами, сестрами милосердия. Медицинская сестра во все времена остается одним из главных звеньев медицины. По данным статистики, на плечи медсестер ложится около 80% всего ухода за больными. Сегодня медсестры отмечают свой профессиональный праздник. Дата 12 мая выбрана не случайно. В этот день, в 1820 году, родилась англичанка Флоренс Найтингейл, организатор и вдохновитель международного сестринского дела. О героине XIX века и ее современных последовательницах расскажет Любовь Пермякова. Флоренс Найтингейл родилась в семье богатых аристократов. Она получила великолепное образование для женщины того времени. Прекрасно знала литературу, владела пятью иностранными языками, изучала математику, историю, философию, занималась живописью и музыкой. Ей пророчили блестящее будущее, но она выбрала другой путь. Всю свою жизнь она посвятила разработке метода ухода за больными. Метод этот был гениально прост. Соблюдение строжайшей чистоты в палатах, регулярное проветривание помещений, режим питания, полный карантин для заразных и внимательное отношение ко всем жалобам больных. Ей было 34 года, когда вместе с 38 сестрами милосердия она отправилась в Турцию, где находились госпитали. Там она последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность лазареток снизилась с 42 до 2%. В конце 1855 года по ее инициативе был организован сбор пожертвований на создание школы по подготовке сестер милосердия. Она стала родоначальницей системы по подготовке кадров среднего и младшего медицинского персонала. Последовательниц Флоренс Найтингейл в России немало. Выступая на открытии Всероссийского совещания директоров медицинских колледжей, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что последние годы ситуация с кадрами стала улучшаться. По ее словам, прием в медицинские колледжи и медучилища вырос на 16%. А в 2015 году министр здравоохранения отметила, что за год значительно вырос конкурс в медицинские колледжи, техникумы и училища. Не стал исключением и Ненецкий округ. В социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского это одна из самых востребованных специальностей. Хочется сказать, что эта специальность вообще у нас открывалась совместно с Ненецкой окружной больницей. Тогда в 2000-х годах был заказ на данную специальность, на данную профессию, потому что в округе была не острая нехватка среднего медицинского персонала. По специальности медсестра с 2003 года было всего шесть выпусков. Сейчас обучается еще 46 студентов. В этом году одна из них достойно защитила честь Ненецкого округа в конкурсе профессионального мастерства. В апреле 2016 года в городе Дудинка на базе Таймырского колледжа проходил конкурс Arctic Skills по профессиональной компетенции «Сеслинское дело в терапии». И участницей этого конкурса стала студентка второго курса Соболева Светлана. И надо сказать, что эксперты отметили хорошую подготовку нашей студентки, и в результате студентка получила диплом третьей степени. Светлана – студентка второго курса. Девушка она деревенская. Семья оленеводов выросла в селе Ома. Я с детства вообще мечтала стать врачом, но так как не получилось мне сразу поступить на врача, даже, можно сказать, не пыталась поступить, а поступила, была возможность сюда поступить, я поступила на «Сестринское дело». Ну, как бы, и пробовать свои силы вообще, смогу ли я работать, смогу ли я учиться. Поэтому пробуем здесь. Нравится? Очень нравится. Нисколько не жалею, что я поступила сюда. А где потом планируешь работать? Ну, в каком-то отделении? Может, у тебя есть какой-то приоритет детская, хирургическая? Я бы хотела работать в хирургическом отделении. И если Светлана Соболева пока только на пути к заветной профессии, то Ирина Фофанова в своей профессии более 30 лет. Даже не представляла себя больше нигде, кроме как медицины. Не знаю, почему. С детства, может, как-то лечила куклы или что, как, с чем это связано было, не знаю. Вот когда в училище училась, студенткой была, да, было страшно идти, даже укол этот боязно было идти делать. А потом уже с училища пришла, я работала в Феодосии в госпитале. Так что как-то было, не знаю, легко. Часто благодарят ваши, вот, например, пациенты? Ну, спасибо, после перевязки всегда. Спасибо. А чему радуетесь вот своей профессии? Радуюсь, когда, знаете, когда перевязываешь рано, они начинают заживать. Кстати, скоро Ирине Федоровне за многолетний труд вручат почетную грамоту от Министерства здравоохранения. Всего в Нинецком округе на сегодняшний день трудятся 383 медсестры по 20 специальностям. Из них 206 в стационарных условиях, 173 в амбулаторной. 59 медсестер имеют высшую квалификационную категорию, еще столько же первую. Вторую квалификационную категорию имеет 9 медсестер. В Наринмаре выбрали лучшего среди автослесарей и парикмахеров. Накануне завершился финальный этап регионального конкурса профессионального мастерства лучшей по профессии. Самых умелых мастеров выбрали по результатам теста и практического задания. Теперь они имеют право номинироваться на президентскую премию. Умеет обращаться с автомобилем, распознает его болезни и приводит в рабочее состояние. Профессия автослесарь ценилась со времен появления машин и с тех пор не покидает своих позиций в числе самых востребованных. Правда, сегодня на слуху все больше менеджеры-экономисты. Повысить престиж рабочих профессий – одна из целей регионального конкурса лучшей по профессии. В этом году в рамках конкурса выявляют лучших парикмахеров и автомехаников. Теоретически у нас этап идет первый. Проводится непосредственно решать тесты по устройству автомобиля, эксплуатации. И практический этап, где непосредственно им надо правильно сделать ежедневное техническое обслуживание и заменить колесо. В этом году участниками конкурса стали пять автослесарей и парикмахеров. Согласно условиям конкурса, каждому участнику не более 30 лет и опыт работы по специальности не менее трех месяцев. У Александра Боброва стаж работы автомехаником намного больше. Желание стать мастером по ремонту машин появилось еще в детстве. Поэтому после школы последовало обучение в Ненинском профессиональном училище. Теперь Александр мечтает об открытии собственной автомастерской. Стас Марташенко победитель среди парикмахеров в возрасте от 18 до 24 лет. О своей парикмахерской не мечтает, а уже в ней работает. Профессию осваивал в Ненинском профессиональном училище, оттачивал мастерство в Архангельске и Санкт-Петербурге. Я хотел там открыть. Там просто слишком дорого. Очень большие затраты. Здесь все попроще. И как бы уже открывал тут. В Красном была у меня парикмахерская первая своя. Наверное, у тебя какие-то есть планы? Планы? Какие строишь? Планы сеть парикмахерских в России. Согласно условиям конкурса, победители в возрастной категории до 24 лет выдвигаются на получении премии президента России в номинации «Профессиональное мастерство». Возможно, получение престижной премии немного приблизит ребят к своей мечте. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Полярные волки играют в хоккей в Сочи. По результатам полуфинального матча у нашей сборной есть шанс побороться за бронзу. Золото и серебро мимо наших ворот. По результатам полуфинального матча на фестивале по хоккею среди любительских команд наша сборная «Полярные волки» проиграла пермякам Квингаева со счетом 4-2. Но волки не отчаиваются, ведь впереди еще встреча, которая решит судьбу бронзовой награды фестиваля. До сегодняшней встречи наша команда победила в трех матчах и в одном сыграла в ничью. В полуфинале соперник нашим волкам попался опытный. Команда Квингаева в 2013 году также в Лиге будущих чемпионов 40+, стала победительницей фестиваля. Наши же до 1-2 добрались впервые и достойно показали себя на льду большой арены в Сочи. В первом периоде на 13-й минуте ворота Квина распечатал игрок нашей команды Евгений Осовский. Он же стал автором и второй шайбы ворота противников в третьем завершающем отрезке матча. Команда очень сильная, всегда в лидерах, в призах. Ну и немножко нам не хватило, буквально за пять минут до конца третьего периода мы еще выигрывали. Но вот буквально последние пять минут, две минуты уже очень сложно пропустили. Пропустили и шайбу сравнили они 2-2, потом пропустили 3-2 и пытались уже здесь как-то отыграться, рисковали. В итоге 4-2 проиграли. Команда немножко, конечно, расстроилась, но тем не менее мы настраиваемся на завтрашнюю игру. Завтра борьба за третье место. Команда «Империя» Рязанская область. Также сильная команда, слабых соперников здесь нет. Будем стараться, наша задача в последней игре занять третье место в Рязовое. Добавлю, финальная встреча за бронзовую медаль фестиваля состоится 13 мая в 12.10. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте фестиваля. А в Наринмаре на одном ковре встретятся сильнейшие спортсмены Молдовы, Дагестана и Ненецкого округа. В окружной столице уже в ближайшую субботу состоится турнир по вольной борьбе памяти Вадима Гирейханова. Турнир обещает стать ярким и зрелищным. Он состоится в зале единоборств. Побороться за звание сильнейшего из Дагестана приедут члены сборной команды России по вольной борьбе. Не менее сильные борцы будут представлять и Молдову. В команде Ненецкого округа выступят неоднократные призеры соревнований различного уровня в Северо-Западном федеральном округе. Кандидаты в мастера спорта. Кроме них силы в борьбе попробуют и молодые спортсмены.